Люди из патриархальных обществ Кавказа и Центральной Азии. А в этом плане совершенно всё равно. Они приезжают к вам из глубинки горного Таджикистана или из глубинки горного Дагестана. Ну, у одних есть российские паспорты, у вторых нет российских паспортов. Попадают в мегаполисы. Напряжение, которое мы видим... Ну, Бирюлёва – это есть некий факт. Человек, который пристаёт к девушке на Кавказе или в Центральной Азии – это невозможно. Ну, в своём ауле подумать нельзя. Человек, который при этом, приставая к девушке, умудряется нанести удар ножом её молодому человеку – это кровная месть. Ну, просто понятно. А здесь он выходит за территорию своей семьи, своего рода, своей деревни. Это нейтральная территория, здесь всё можно. Совершенно неважно, есть у него российский паспорт или нет у него российского паспорта. Он представляет собой угрозу для окружающих, и это серьёзно. И здесь мне вспоминается история совершенно другого географического региона. Порт Морсби на Папуа-Новой Гвинеи является одной из самых опасных территорий на Земле. Потому что любой австралиец, новозеландец, европейец, американец, неважно, любой, что называется, белый, на территории порта Морсби рискует жизнью каждую секунду. Об этом городе никто, кроме путешественников, вообще не знает. А он нейтральная территория. Вот если вы уходите к папуасам в горы, к людоедам, самым что ни на есть, каннибалам, но если там нет соответствующей войны между этим племенем и тем, вы находитесь под защитой традиционных племенных обычаев. Вас не тронут, потому что можно же навлечь на себя кровную месть, в общем, не на себя, а на всё своё племя. Во всяком случае, когда Новая Гвинея была немецкой колония, а такое было в её истории, кайзеровские канонерки там очень чётко провели взаимозависимость между убийством и съедением путешественника, миссионера, кого угодно. И тем, что приедет по воде железная черепаха и всё разнесёт вдребезги пополам. Эта взаимозависимость чётко встала в мозг местного населения. Традиционные патриархальные способы защиты чужака в том числе испытал Миклуха Маклай, русский, российский путешественный, который... Его же не съели за все его годы и годы путешествий по Новой Гвинеи. Да, вот он приходил и вёл себя правильно, в совершенно чужое место, выглядел иначе, там, человек с Луны его звали. Как только вы попадаете на территорию, где эти обычаи не действуют, где, условно говоря, никто не отвечает ни за что, за базар никто не отвечает. Всё, вы нормально, вы дичь, порт Морсби. Уцелел – молодец, не уцелел – твоя проблема. Именно поэтому путешественники стараются, проходя через эту точку, а это единственная такая точка, через которую вы входите в горные районы, как можно быстрее выбраться из города вообще, вот на племенные территории, где действуют какие-то правила игры. Нет никакой разницы между поведением человека из патриархальных горных селений Папуа-Новой Гвинеи в этом городе и поведением человека из патриархальных горных или негорных районов Российской Федерации или Центральной Азии или Закавказья в местах, где его никто не знает, никто не идентифицирует, к огромному сожалению. И это уже вопрос к разумности контроля над происходящим, к жёсткости и совершенно неотвратимости наказания за любое преступление совершённое, к вопросу Бирюлёва, к контролю изнутри, потому что только изнутри вообще иммигрантов, имея разветвлённую сеть не просто информантов, а людей, которые будут это пресекать вообще до того, как человек успел выйти со своим ножом из ворот любого торгового центра, его уже взяли, посадили и депортировали, потому что иначе всех выгонят. Тоже понятно, коллективная ответственность здесь очень хорошо работает. Ну и, наконец, просто замена работы МВД с реактивной на превентивную. Это требует денег в поле, не на реформу, форму поменять, а в поле вниз. Но это единственное, что даёт будущее стране. Надо понимать, где вы живёте и как, что надо с оптимизмом относиться к житью в Российской Федерации, потому что есть много-много мест куда хуже, что вы можете уехать в те места, где, как вам кажется, гораздо лучше, и напороться там так, потому что сейчас в этих местах, которые гораздо лучше, будет много народу из совсем диких регионов, по сравнению с которыми наш Кавказ и Центральная Азия – это высокоинтеллектуальные и глубоко гуманные коллеги наши по человечеству. Не дай вам Бог попасть в сомалийскую мафию. Так что всё нормально. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok